привет мои дорогие подписчики сегодня я буду делать макияж без макияжа скажем прежде всего я бы хотела бы поблагодарить всех своих подписчиков за то что вы пишете меня больше всего мотивирует и вдохновляет делать еще начинаем праймер так быстро быстро накладывай они я тональный крем буду использовать shiseido spf 3 светлый цвет но как если вы меня уже смотрели мои шорсы вы понимаете что я могу использовать разные тона то есть там у них нет среднего тона и так я возьму светлый и немножко как на темного ведь он очень-очень светлый но я как но буквально примут капельку потому что потому что много мне не надо здесь же я немножко это все про эмульгирую и нанесу на лицо видите мне это капельки прям хватило остатки мы как всегда уберем спонжем беру корректор у меня от лореаль обязательно сниму видео как можно пользоваться корректором больших количествах но при этом чтобы он ложился красиво теперь я беру спонж и убираю остатки продуктов все делаем притаптывающими движениями девочки не делайте никогда вот этих движений иначе вы испортите весь свой труд весь тональный крем консилер у вас уйдет а так вы только уберете излишки можете здесь немножко протянуть контуринг я взялась и она вот такая вот у меня есть контуринг у меня я беру вот такую вот кисть и совсем немножко стряхиваю специально собрала волосы чтобы показать девочки делаем вот прям вот от виска даже можно вот от этого места вот прямо так сверху просто оттеняем и ведем к носику вот таким вот образом много не ну если вы сделаете ниже ваше лицо потянет вниз поэтому вот прям начиная сбоку лба вот так вот можете чуть-чуть если у вас высокие брови как у меня вы можете чуть-чуть положить для ровности вот так эти совсем немножко это совсем светлые и сильно ярко не люблю такое знаете чтобы только оттеночек чуть-чуть сюда просто чтобы приподнять наши джей-лайн вот так вот вот так вот получился у нас контуринг видите я не зашла на низ то есть у меня как бы при визуальном я приподнялось лицо вот так этой же кистью можно нанести румяна я возьму вот такие вот румяна от кика это 0 4 оттенок идет он немножко такой знаете персиковый оттенок очень приятно опять же беру прямо совсем-совсем немножко отряхиваю и опять же от виска от виска чуть-чуть девочки не увлекайтесь все румяна они как бы более менее пигментированные они перед тем как красить глаза я прежде всего сделаю брови поэтому смотрим как я буду делать брови я немножко отвлекусь в зеркало но вы будете все видеть я возьму вот такой вот карандаш это как фломастер от nyx оттенка карамель видите тоненькая прям кисточкой начинаем с конца еле-еле задевая смотрите как красиво получается все я выложила волосками но для того чтобы совсем придать натуральный вид вот в этом месте вы можете сделать как бы клеточку если вы совсем тихонечко заденете тогда у вас будет вид натуральный брови сейчас я накрашу вторую бровь точно также самое главное если вы не будете торопиться то тогда у вас ровная бровь получится и очень аккуратная и очень естественная мои сделаны для того чтобы совсем молодо выглядеть что мы должны сделать это практически осветлить глаза то есть когда вы смотрите на молодых девочек у них что у них вот этого вейки очень светлые под глазами мы нанесли консилер немножко над глазами у меня консилер и тональный крем но я хочу это сделать еще чуть чуть светлее поэтому я вам сейчас покажу как это сделать для этого я возьму тени от худо бьюти мне здесь нужны будут только одни вот такой вот палец вот эти светлые тени и начинаю от внутреннего глаза прям под самые ресницы накладывать тени ни в коем случае тоже не сильно развозите тени сейчас очень хорошие пигментированы осветляем только осветляем совсем немножко совсем чуть-чуть вы вроде бы не совсем немного использовали продукта но это прям получается прям совсем светлые тени но у вас уже глаз оформлен посмотрите какая красота получается бархатный глаз и так берем даже у меня вот такой белый карандаш фэйслайнер от криолан вот такой вот он цвет идет он такой телесный он даже не белый он даже больше телесный и я немножко он очень-очень пигментированный подведу внизу видите в конце я сделаю побольше для того чтобы увеличить глаз сейчас я буду красить ресницы сегодня у меня тушь от сифора вот такая вот здесь кисточка очень приятная смотрите и начинаю от корня я беру вытягиваю ресницы для тех у кого нарощенные ресницы можно делать этот же мейкап но не красить ресницы то есть у вас уже нарощенные ресницы но вы будете выглядеть потрясающе почему я всегда говорю если вы нарастили ресницы вы думаете вам не нужен макияж вам нужен макияж еще больше потому что я нарощенные ресницы они как бы показывают ресницы они не показывают вашего лица поэтому я за то чтобы вы красились для того чтобы показать если вы наростили ресницы у вас не должно быть как шлепок только ресницы вы должны оформить это все поэтому я обязательно рекомендую делать хотя бы минимум теней под ресницы тогда у вас будет глаз очень красиво выглядеть намного лучше будет выглядеть чем просто если вы будете вставать и идти в люди без макияжа продолжу красть ресницы так я накрасила ресницы и практически последний штрих к нашим глазам я беру вот такой вот карандаш от make up forever коричневый вот такого темно-коричневый он так выдвигается и совсем прям совсем чуть-чуть он тоже очень пигментированный я просто чуть-чуть сбоку внутри вытягиваю глазик я не буду ничего растушевывать ничего все как я хочу выглядеть молодо и мне это нравится я не использую очень много макияжа и я закончу уже свой макияж вот таким вот блеском от кика 0 2 оттенка он совсем совсем бледный может быть как самостоятельным также и вы можете его и делай для того чтобы сделать на вечер я вам просто могу предложить возьмите больше румяна доложите совсем чуть-чуть ваши щечки розовые и вы готовы к выходу вот такой вот макияж у меня получился сегодня посмотреть нравится вам напишите мне в комментариях буду очень рада почитать спасибо что посмотрели мое видео